и снова здравствуйте всем привет блендер 290 захотелось сделать презентацию своих персонажей вот в таком вот духе вроде бы один персонаж потом сменяется вот 2 3 4 так можно их много по поставить удлинить все это дело по времени на таймлайне и как это все делать давайте рассматривать для начала нам нужно закинуть сюда все всех персонажей вот так вот создать коллекцию вот одна коллекция вторая коллекция 3 4 4 коллекции в них находится по одному персонажу новую коллекцию создавать именно вот здесь в углу нажимаете появляется допустим пятая шестая коллекция вы ее открываете и в нее уже закидываете с помощью файл допустим импорт fbx или общ формат персонажа так делит открываем первого персонажа и что нужно с ним сделать так камеру и свет пока можно отключить единица на нампаде нампад под правой рукой или клавиши вверху цифры плюсы минусы так выбираем от этого персонажа вот все его детали допустим шапку тела допустим обувь у него будет отдельно привязываем все это сет оригин к 3d курсору и теперь вытаскиваем таймлайн и на первом кадре делаем так сначала ставим его на первый кадр и пишем и скайл теперь до 20 кадра перетаскиваем здесь он будет исчезать вот у меня не работает с 0 не хочет он в ноль уменьшаться так что я буду по старинке с английская и в ноль уводить от этого персонажа теперь пишем и скайл и получается у нас вот такая штука персонаж уменьшается на 20 кадр теперь выбираем вторую коллекцию которая которая будет у нас вот допустим вот этот персонаж на двадцатом кадре мы пишем ему выбираем полностью его пишем и скайл и возвращаемся на первый кадр здесь нужно сделать ему тоже с и убрать его в ноль и скайл нажимаем и получается у нас вот такая штука этот персонаж уменьшается а этот увеличивается с двумя персонажами это все дело понятно но вот как добавить третьего персонажа сюда же нужно первый кадр продублировать shift d и перенести его допустим на сороковой потому что на сороковом у нас будет уже стоять другой персонаж это уже будет коллекция 3 и будет у нас это доктор стрэндж так он у меня в маленьком формате так сначала нужно его контролл z он имеет анимацию так делит кейфрейм теперь что делаем привязываем если он не привязан к 3d курсору привязываем к 3d курсору и делаем с и и прибавляем его в размере так контролл z контрол шифт z если вам нужно вернуться на шаг вперед так вот так делаем и с прибавляем его единицы нам паде немножко s уменьшаем и g можно подставить именно к этому персонажу выровнять по росту с еще раз уменьшаем пусть он вот так как то будет можно еще немножко его уменьшить все таки это гамбал g подставляем и опять привязываем допустим к 3d курсору теперь на сороковом кадре пишем ему и скайл так скайл а на двадцатом даже наверно 1 переключимся и на первом его уменьшим полностью с в ноль пишем и скайл смотрим что получается переносим первый кадр g на двадцатый вот теперь с двадцатого по сороковой будет появляться доктор стрэндж теперь нам нужно двадцатый кадр опять же shift d продублировать и на 60 перенести потому что на 60 будет у нас уже четвертый персонаж это хелл бой выбираем все его детали опять же если он не установлен нужно его установить семерка на нампаде r развернуть так как нам надо установить единицы на нампаде опять же подогнать вот сюда и привязать его set origin к 3d курсору у меня есть на нем тоже анимация ее нужно удалить и на сороковом пишем так прибавим его еще побольше делаем и скайл так g на шестидесятом исчезает у нас доктор стрэндж значит давайте его g перенесем g английская на шестидесятый кадр а на сороковом на сороковом нужно его в ноль убрать делаем s английскую и уменьшаем пишем и скайл и в принципе все готово шестидесятый ставим enter 60 кадров и смотрим что получилось вот так вот появляются исчезают персонажи можно это все растянуть по времени чуть дольше чтобы они медленнее вот это все дело происходило или поставить задержку на каждом персонаже вот допустим 59 персонаж вот стоит и можно поставить задержку еще продлить анимацию допустим shift d так ctrl z выбираем вот этот кадр где он стоит ставим shift d и перетаскиваем еще допустим подальше это у нас 72 кадр и ставим 72 и получается теперь все персонажи быстро будут проходить а на хеллбой будет задержка вот так вот можно делать прикольно получается презентация вот такая информация всем пока до свидания все все Продолжение следует...